Привет всем друзья мои меломаны, а также не меломаны, а просто те, кто набрел в ютюбе на вот этот странный ролик с человеком сидящим на диване в какой-то уродливой желтой футболке, на которой написано Jet Rotal. Ну раз написано, значит написано. Посмотрим, что у нас. Yankar, BB King, Country Joy and the Fish, Grateful Dead и, конечно, Jet Rotal. Одна из любимых моих пластинок Heavy Hosses. Многие любят этот альбом, многие считают его лучшим альбомом Jet Rotal. Поэтому я не могу этого сказать, потому что лучших альбомов Jet Rotal для меня не существует. Они для меня все лучшие. Я обожаю эту группу. Один альбом мне не нравится, правда, который нравится любителям прогрессив-рока, серьезного, такого задумчивого. Мне откровенно не нравятся альбомы Passion Play. Я про него расскажу как-нибудь отдельно, потому что я хочу обо всех альбомах Jet Rotal поговорить. Поскольку для меня, не только для меня, для десятков моих знакомых и друзей, и меломанов, и музыкантов, и просто нормальных людей, эта группа является одной из ключевых в их жизни. Не то, что в коллекциях, а в жизни. Вот переиздание Стивена Уилсона с такой вот изумительной книжечкой. Ну, я ее не покажу, тут много, в общем, как тут не показать. Вот такой вот Андерсон. Такая красота. И тут с лошадками, и тут лошадки. Heavy horses. И тут он идет с лошадками. Лошадки, если кто не знает, это не лошадки с фермы Яны Андерсона, это лошадки, взятые на прокат для фотосъемки специальные. Во вкладочке пластинка. Ну и, конечно, обложечка тоже. Лошади прокатные, я напоминаю. Ну, красивые Джет Ротал, какие такие лорды. Лорды, перелорды. А альбом действительно очень хороший. Это вам не пэшн плей. Это хорошие песни. Понятные, одухотворенные. И вызывающие у меня двоякое ощущение. Потому что группа Джет Ротал относится к небольшому числу групп. Их немного для меня. Которые вызывают у меня страшный комплекс неполноценности. Что я имею в виду? Когда я слушаю, ну, любую практически группу, я понимаю, что вот это я сыграть не смогу, это я сыграть не смогу, это я тоже сыграть не смогу, и вот это я сыграть не смогу. Может быть, и никогда даже уже не смогу, потому что учиться сыграть так нужно не год, не два и не пять даже, а побольше. Но мне там абсолютно все понятно. Мне понятно, что надо сесть, позаниматься. Вот здесь позаниматься два года, здесь позаниматься год, здесь позаниматься месяц. Здесь вообще можно не заниматься, потому что надо заниматься 15 лет или 20. И не буду тратить время на это. И все это сделать можно, все понятно, все хорошо. Но Джет Ратал и еще ряд коллективов, как я уже говорил, огромное чувство неполноценности, потому что я вообще не понимаю, как можно сочинять такие песни и как можно их так аранжировать. Как это происходит? Мне непонятно, я чувствую себя неполноценным. Поэтому, если все остальное мне ясно, ну, условно говоря, все там за исключением, как я уже говорил, нескольких коллективов, все понятно, здесь нет. Как работает фантазия человека, который создает такие произведения и такие аранжировки, для меня это просто темный лес. И когда я это слушаю, я понимаю, что это недостижимая совершенно история. Это как какое-то сказочное полотно, как какие-то звуки из другого мира. Хотя, какие тут звуки из другого мира? Это вам не Пинк Флойд, который из другого мира, где-то там вот эти вот красоты на синтезаторах включенные. И вот это. Все вот это. Здесь сухой звук, такой все, да? Барабаны, бас, гитара, флейта, голос, клавиши. Никаких этих... Ничего вот этого нет. Традиционный состав группы. Ну, так все сделано. Так все придумано. Так все слажено. И результат получается такой, что нет ощущения работы. Нет ощущения работы, тяжелого труда. Его нет ни в одном альбоме Джет Роталу. Нет ощущения тяжелого, утомительного, до седьмого пота, труда. Такого. Все. Это как Моцарт. Я могу сравнить Яна Антерсена и всю его группу с Моцартом. Вот это невиданная легкость. С Пушкиным можно сравнить, да? По легкости конечного результата. Что стоит за этим результатом? Возьмите, посмотрите черновики Пушкина. И там наглядно видно, что стоит за этим результатом. Но этой работы, тяжелой, ее не слышно. Ее не слышно. Здесь все льется, как будто просто вот глаз небес. Изумительная вещь. И вот благодаря этой музыке чудесной точнее не благодаря этой музыке, а только благодаря этой музыке можно писать песни про мышат, про котят, про волчат, про галчат и про мотыльков. Казалось бы, рок-музыка, да? Про мотыльков, про мышат, про котят. Но слушается и про лошадей, и про лошадок, конечно. Но слушается это так, как будто это откровение божественное. А это и есть божественное откровение, потому что музыка первична. Что бы там ни говорили, про русский рок, нерусский рок, от поэзии, не от поэзии. Первична музыка все равно в песне. Песня запоминается музыкой, мелодией, а потом уже текстом. Любую песню возьмите «Темная ночь», «Подмосковные вечера», если говорить о русских песнях. Запоминается мелодическая фраза, потом уже не слышны в саду даже шорохи. Так вот, эта музыка искупает все. Можно петь о чем угодно здесь, о чем угодно. Хотя у Андерсона очень много текстов и политических, и критиканских, и сатирических, каких угодно. Но здесь все просто, с одной стороны. Это как бы продолжение пластинки «Сонгс фронтевуд». А «Сонгс фронтевуд» это что? Это пение природы, воспевание природы, воспевание английской природы, любви к родной земле, к английской. И кайф от земли, от родной. Это должно быть близко каждому человеку, неважно, где он живет. В Англии, во Франции, в России, в Китае. Это корни. Когда человек поет свои корни, это всегда слышно и всегда очень здорово. И Андерсон, поселившись в своем поместье, в загородном, естественно, спел и «Сонгс фронтевуд», весь альбом, посвященный этой замечательной сельской жизни. И «Хэви Хоссес» посвящен тому же, той же самой природной благодати. Хотя «Хэви Хоссес» значительно жестче, чем «Сонгс фронтевуд», значительно роковее, значительно тяжелее, значительно энергичней, ритмичней. Хотя «Сонгс фронтевуд» тоже там достаточно подошло, потанцевать можно джигу и всякие там шотландские танцы, английские. Но здесь больше, конечно, такого мрака. А история, история, она простая. История «Хэви Хоссес», если говорить о заглавной песне, о концепции всего альбома, это история, если помните, такой спектакль был в Большом драматическом театре у нас, поставил его Георгий Александрович Товстоногов, назывался он «Холстомер» по повести Льва Николаевича Толстого. Спектакль идет от лица старого коня, холстомера, который некогда был блестящим, таким блестящим существом, брал все призы, все его обожали, и был просто «Конь, конь, ах ты конь, ты мой конь!» А сейчас он состарился, и вот он, бедный, рассказывает о своей жизни. Лебедев играл этого самого холстомера, коня, напомню, да? И «Хэви Хосос» – это то же самое, это ломовые лошади, которые состарились и не то чтобы вспоминают свою жизнь, а переживают и проживают заново свою жизнь. Очень много пород лошадей здесь упоминается. В статьях Андерсона, когда он рассказывал, кому посвящен этот альбом, там просто 8 или 9 пород английских ломовых, тяжелых рабочих лошадей, и он как символ, он взял вот этих самых лошадей, и от их лица старых рабочих, старых ломовых таких существ написал практически весь этот альбом. И животных здесь достаточно много. «And the mouse police never sleeps» – песня посвящена котам, которых он обожает, и которые живут в его загородном доме, ловят мышей. Песня про котов. «Ecris Wild» – это просто песня о новых землях. И если «The mouse police never sleeps» начинается со странного ритмического рисунка, который, кстати говоря, Андерсон почерпнул из музыки Каптана Бифхарта. Я не помню из какой именно песни, но я помню, что он говорил, что вот я услышал эту песню Бифхарта, и мне понравилась очень ритмическая закрутка, там барабанщик ее делал, и на этой основе он написал «The mouse police never sleeps». Очень интересная песня. «Ecris Wild» – она абсолютно староанглийская, танцевальная, прямо такой фолк-перефолк. Прямо вот хочется в пля спуститься по полям, по зеленым полям Англии, и прокатиться кубрем. «No Lullaby» – антиколыбельная, очень мрачная, с гитарными тяжелыми фузовыми, такими не фузовыми, а драйвовыми, такими выплывающими нотами. Мартин Барр здесь наиграл страшных гитарных всяких штук. И самая моя любимая вещь, конечно, это «Mods» – мотыльки. Про мотыльков, про двух мотыльков, которые друг друга любят, и летят на свет лампы, и сгорают в пламени этой самой лампы. Банальней ничего придумать нельзя. Невозможно придумать ничего банальней. Но это такая красота, это такая прекрасная песня, она так аранжирована. Рассказывать о том, как она аранжирована, бессмысленно, надо ее послушать. Это просто классика современной музыки, классика, классическая музыка XX века. Это Моцарт, популярная классическая музыка, скажем так, потому что Моцарт – это тоже популярная классическая музыка в большинстве своем. И это изумительная вещь, она вышла и синглом там в свое время, и у меня есть, кстати, этот сингл. Ну, вот только ради этой песни можно купить этот альбом за любые деньги, скажу я вам, Моц, Мотыльки. По-моему, в стихотворении у Уильяма Блейка навеяна эта штука, может быть, я ошибаюсь. Джонни Мэн – путешественник. Рувар – песня посвящена собаке Яна Андерсона, тоже достаточно мрачная и тяжелая. Это Ван Браун Маус. По какому-то литературному произведению, по поэме, не помню, кто ее написал, то ли Оскар Уальд, нет, нет, не Оскар Уальд. Короче говоря, про мышку, норку которой разнес фермер, который пахал землю. И вот эта бедная мышка, Ван Браун Маус, про нее написана песня, согласитесь. Альбом такой уже про животных практически, да, получается. Мотыльки, кошки, мышки, собачки. Рувар – Ван Браун Маус. Ну и, чтобы добить уже окончательно, это Heavy Hosses. Это просто та самая квинтэссенция всего альбома. Грандиозная сюита из нескольких частей. И рок тяжелый здесь есть, и танцы английские начинаются с какого-то момента, и какие-то едва ли не диско-ритмы в барабанах просыпаются, потом они уходят, потом опять тяжелый ритм, такой тяжелый риф, напоминающий акваланг. А Андерсон, кстати говоря, говорил, что Heavy Hosses – это практически акваланг, но про лошадей. Не про людей акваланг, как акваланг пластинка, а про лошадей, но практически акваланг. Акваланг номер два. Вот, кстати, очень хорошее сравнение. Те, кто любит пластинку акваланг, наверняка будут любить пластинку Heavy Hosses, потому что они очень сильно перекликаются друг с другом. Хотя акваланг – это абсолютно тяжелый рок, а это абсолютно электрический фоук, но, тем не менее, по сути, по духу, они очень близкие, эти пластинки. И финальная вещь – Weathercock – она просто, это просто финал альбома, закрывашка такая, очень красивая, как у Андерсона всегда бывает. Ну, в общем, с трудом можно назвать этот альбом концептуальным, но, тем не менее, концепция здесь прослеживается внятное, абсолютно грандиозное вот это полотно Heavy Hosses, совершенной красоты МОЦ, затягивающая и интригующая The Maus Police Never Sleeps, с которой начинается штука. В общем, альбом «Само совершенство». 1978 год, Джет Ротал, классика 20 века, неприходящая классика 20 века. Пошел пить. Пока.